Всем привет! Это программа Афиша на городском телеканале ЮТВ. Здесь мы рассказываем об интересных местах нашего города. И эту программу для вас проведут Дмитрий Макеев, Игнатий Мисюк. И сегодня у нас в гостях президент Федерации спортивного лазер-тага Оренбургской области Виктор Ильин. Здравствуйте! Виктор, сразу первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое лазер-таг, если вдруг кто не знает? Как, что, почему? Многие уже знают, что такое лазер-таг. Но вообще лазер-таг — это военно-тактическая игра. Только нового поколения, без привычной пули. Полностью безопасная технология. Она идёт не на лазере, хотя от слова лазер-таг. Идёт на безопасном инфракрасном луче. То есть принцип действия такой же, как пульт и телевизор. Где пультом является автомат, а телевизор — это повязка. Все автоматы, они интерактивные. То есть они издают реалистичные звуки, стрельбы и прочее. Самое главное отличие от тех войнушек, которые мы играли в нашем детстве — это не надо доказывать полчаса, что ты попал в человека. Всё фиксирует электроника. Ну, всем полностью руководит электроника. И, соответственно, это гораздо интереснее. Вот. И, опять же, потому что эта электроника позволяет делать огромное количество сценариев. То есть уже не просто стенка на стенку поиграть там, а крутые, динамичные, интересные сценарии из тех же компьютерных игр. Вы говорите, военно-тактическая игра. И она для взрослых или для детей? Ну, для кого? Кто больше? На кого ориентирован лазер-таг больше? Ну, на самом деле, взрослые — это те же самые дети. Детям интересно всё, что интересно взрослым. Ну, так как взрослые — это дети, им тоже интересен лазер-таг. На самом деле, когда мы открывались только в 2013 году, наоборот, то есть сначала была у нас только взрослая аудитория, появилось такое некое сообщество даже. То есть мы ездили на различные мероприятия, там по всей России колесили, играли с другими клубами, принимали в больших каких-то там военно-тактических действиях. Полигон Алабина, например, в Москве, где проходит танковый биатлон. Двое суток на нём воевали, брали Берлин, к сожалению, не взяли. Вот, но было интересно, то есть с массовкой и со всем прочим. То есть там и холостыми стреляли, танки ездили, на БТР-ах катались с дымом, со всем прочим, то есть с полным погружением. Ну, то есть полностью такая реконструкция всего этого действия. Да, реконструкция, только ты непосредственно, то есть не просто это как в фильме снимаешься, а ты непосредственно участвуешь в боевых действиях. То есть были тактические единицы, такие как медик, то есть там на определённое количество человек. То есть если тебя ранили, нужно искать быстрее медика, чтобы он тебя полечил. Снайперские там звенья, когда выходишь в поле, а там немец какой-то с барротом сидит, парадокс такой, немец с барротом, вот, и стреляет через всё поле, которое километра длиной. То есть там голову не высунешь, вот так вот. Но позже как бы всё-таки это переросло больше как бы в детские мероприятия, потому что, ну, это всё-таки войнушка. Мы все играли в войнушки, были детьми, вот. Ну, помимо этого, то есть ещё куча, опять же, различных сценариев, сюжетных игр, которые позволяют выдернуть детей из компьютера в нашу реальную жизнь. То есть у нас вот есть, например, сценарий по тем же компьютерным играм, Brawl Stars, вот то, что сейчас популярно у детей, Minecraft и прочие такие штуки. Вот. И это всё позволяет вот из вот этой онлайн-жизни выдернуть детей в привычную, с обычным общением двигаться. Ну, а то иначе они у нас зачахнут. А вот об этом вот чуть позже, про детей, чуть подробнее попозже, а про идею самого создания «Лазертак». Как она к вам пришла, как вы решили реализовать её в Оренбурге? Ну, идея на самом деле давно как бы сидела в голове, то есть когда я первый раз наткнулся в этом интернете. Мы начинали вместе с моими друзьями, вот. То есть мы как бы попробовали, поиграли в это дело, загорелись, увидели как бы своё видение, как это можно реализовать. Подумали, что возможно в этом будет, ну, какая-то коммерческая ценность, выгода. Вот. И, ну, попробовали. Вот. Это был тринадцатый год. Сначала это было как хобби, то есть мы работали, после работы ехали, проводили мероприятия, или отпрашивались с работы, проводили эти корпоративы, просто сборные игры. И потом это переросло в бизнес. Ну, каким, вот когда это? Да, когда это момент произошло, когда вы поняли, что это всё-таки бизнес? Вы знаете, мы поменяли формат, то есть когда мы начинали, мы работали только на улице. То есть на уличных площадках сделали там из горбыля и баллонов площадку, и на ней проводили игры. Но тут влиял как бы фактор погоды, то, что если дождик, то всё, игра отменялась. Подумали о том, что было бы неплохо найти какое-то большое крупное помещение и в нём сделать игровую площадку. Уже с уютными комнатами отдыха, с банкетной зоной, то есть где можно после игры поделиться эмоциями, впечатлениями, или отметить также день рождения. И вот как раз в тот момент, то есть после запуска первой площадки в 2014 году, пошла детская аудитория. То есть пошли дети, пошло много детей, то есть мы уже, это вот был конец 2014 года, в начале 2015 года мы уже открывали ещё две площадки Лазертага. Вот. И, ну, процент соотношений, то есть взрослых детей, то есть взрослых стало, там, грубо говоря, 70%, а детей это было всего лишь 30%. Ой, наоборот. Взрослых это было 30%, а детей это было 70%. Ну и постепенно, постепенно, то есть сейчас мы дошли до той точки, где у нас 90% детей и всего лишь 10% взрослых. И эти взрослые, скорее всего, родители из тех самых детей, которые... Да нет, на самом деле это просто любители как бы активно провести время, то есть не просто посидеть в баре, поделиться впечатлениями, а можно сначала выпустить пар, а уже потом поделиться впечатлениями в нашей комнате отдыха. А проходят какие-то регулярные чемпионаты, может, есть какие-то команды уже сформированные, которые долгое время борются за звание чемпионов? Ну, вы же сказали, федерация есть у нас, получается, и если она спортивная федерация, то подразумевает спорт соревновательную деятельность саму. В 2014 году, после встречи с производителями, то есть для того, чтобы признать лазертаг именно официальным видом спорта, была поставлена задача, то есть в каждых регионах Россия открывается федерацией спортивного лазертага. Мы были первой федерацией, которая появилась вообще в России. Ну и, собственно говоря, с первых дней, то есть вот чтобы у игроков был какой-то стимул тренироваться, ходить этим заниматься, то есть мы проводили соревнования по лазертагу. То есть к нам мы приезжали из области, из других городов тоже приезжали. Сами мы тоже регулярно ездим. Сейчас из взрослой аудитории у нас проходит только ежегодный городской турнир при поддержке офицеров России и администрации города. Вот. Но при этом, то есть регулярно у нас проходят еще детско-юношеские соревнования. Они проходят, ну, примерно раз в 2-3 месяца соревнования. Перед этим еще проходят отборочные. В этом году мы, кстати, первый раз поехали на международные соревнования. К сожалению, провалились, потому что, ну, это был наш первый опыт в таком формате. Но зато поняли, это круто, это классно и это большой стимул для того, чтобы соревноваться, тренироваться и идти дальше. Есть Всероссийская Федерация Спортивного Лазертага, чьими представителями мы являемся в нашем городе. Но если это полноценный спорт, то есть можно им где-то заниматься. К вам, допустим, приходят люди провести свой досуг или тоже можно ходить к вам условно как все... То есть с Димой решили, например, стать профессиональными, как назвать, игроков Лазертага? Спортсменами? Спортсменами Лазертага. Что нам нужно сделать? Желание ходить, регулярно тренироваться. То есть у нас всегда было, то есть с момента открытия, это поддержка, льготные цены для тех, кто ходит именно, ну, занимается этим как видом спорта. То есть есть, у нас есть еще общественная деятельность. То есть юноармейские отряды некоторые у нас занимаются бесплатно, как секции. Также есть и платная секция, то есть где ребенку можно также отдать. И это не просто, не только, ну, спортивный Лазертаг, это еще и навыки выживания, там, наша история. Вот, ну, если проводить такую параллель с Америкой, да, то школу бойскаутов, вот, можно так их, наверное, назвать. А ребенок может к вам прийти, ну, один, либо мне нужно собрать друзей со двора, прийти к вам, играть, допустим, каждую неделю, чтобы это превратилось в какой-то спорт, которым я занимаюсь. Либо есть уже наборы какие-то группы отдельно, что я могу. Есть сформированные группы, ну, соответственно, к ним можно подключаться. Куда писать, куда идти? Вся информация на нашем сайте, lasertagdefisarienburg.rf А клубы, вот, какие существуют, куда я могу прийти, например? Наш клуб, это клуб «Дикий кабан». Я начал же говорить, что мы начали с друзьями, вот, это был клуб «Трое», может быть, слышали? Да, до сих пор, кстати, в интернете можно найти. Да, по 18-й год я всем этим делом руководил, потом мне надоело, что я работаю один, и я решил отделиться. И с 18-го года есть «Дикий кабан» отдельно от «Трое». Вот, а были мы вместе, то есть в одном месте на губернском, потом вот разделились. Да, но «Дикий кабан», это мы сейчас здесь находимся. Что представляет собой клуб? Наш клуб сейчас представлен двумя площадками в двух, так сказать, самых динамично развивающихся районах, то есть это Ленинский и Дежинский район. В Степном мы находимся на рынке Степной, там у нас отдельно стоящий корпус, там площадка у нас выполнена в городском стиле, то есть выстроен город, декорированный под постапокалиптический город, с двухэтажными домами, между ними переходы, одноэтажные домики. Ну, в общем, такой городской бой, он называется CQB, городской бой. На нем проходят игры как лазер-тага, так и экшен-игры. Экшен-игры – это сюжетный лазер-таг, так и игры в гидробол. Это альтернатива пинболу, больше для более такой взрослой аудитории, скажем, 14+. Это менее болезненные альтернативы пинболу тому же и страйкболу. Вот, то есть там идут реалистичные макеты, но при этом есть тот адреналин, которого иногда не хватает в лазер-таге. То есть это страх получить болевые ощущения. Ну, собственный бой, грубо говоря. Да, да. Ну и бывают такие моменты, когда вот в лазер-таге ты перестреливаешься, то есть ты можешь выбежать на противника, не боясь этого, да, в гидроболе уже такое, то есть не проходит, потому что если ты выбегаешь, тебе начинают стрелять, ты уворачиваешься, и тут начинают по укрытию барабанить вот эти шары. Тоже есть свой адреналин. Ну, в той игре, как вы говорили ранее, придется доказывать то, что тебя все-таки убили. В этой игре, в гидроболе, то есть есть один большой минус, как я считаю, ну, нет 100% честных людей, к сожалению. Вот, то есть это игра на честность, джентльменская игра, и игрок должен сознаваться, что в него попали. Вот. Как ни странно, казалось бы, взрослые, но взрослые, они же все-таки тоже дети, они не сознаются. Насколько, понятно, что в самом начале пути основания федерации, вообще основания ваше увлечение лазертагом, были больше взрослые посетители. Как сейчас обстоят дела в плане популярности у взрослых? Эта популярность упала или просто там детей добавилось? Ну, скорее всего, популярность у взрослых, она, наверное, осталась такая же, а взрослая, ой, детская выросла. Был, на самом деле, безумный прирост, вот, прирост детей, а взрослых, вот, оно, к сожалению, осталось на том же уровне. Хотя, ну, мне 34 года, и, ну, когда я беру лазертаг-автомат, я, ну, погружаюсь. Ну, всю эту атмосферу, это позволяет мне разрядиться, выплеснуть свои эмоции в нашей тяжелой жизни, особенно в пандемию, ну, это здорово, это классно. Но не все это понимают, многие предпочитают те же бары, кафе, рестораны. Большая часть недели уже подошла к концу, вы уже наверняка так же устали, как и я. Есть отличный способ разрядиться и выплеснуть свои эмоции. Я предлагаю пойти и поиграть в лазертаг. Ну, мне кажется, отличное предложение, сейчас мы этим и займемся. Ну что, вот мы и готовы выпустить пар, поэтому прямо сейчас, как нам сказали, нужно начать с боевой амуниции, с бандан. Ну, инструктаж мы уже прошли. Инструктаж прошли, кстати, да, это важно. Теперь амбутирование все. Ну, с бандана начнем. Прекрасная манта, поможет, да? А, ты все-таки хочешь, чтобы тебе повязали, да? Я самостоятельно. Я самостоятельно это сделаю. Бабушка, бой? Нет, как? Ну, в целом, почему нет? Нет. А можешь так и оставить? Не, ну, слушай, на тебе выглядит грозно, на мне вряд ли так будет выглядеть. Не, на тебе прям грозно выглядит, на мне, конечно. Ну, я же завязываю. Ну, а мне как будто бабушка завязывала. Нормально. Такой, сынок, чтобы тебе солнце не светило. Нелепый вид у меня готов. Грозный. Грозный. что дальше автомат куда наше хорошо так я точно жертвы теперь в этом случае рано рано теперь давай спина к спине спина к спине так но у меня еще не убил вроде по правилам четвертого раза вот так он за углом мне кажется что-то какой-то у нас прям бой один на один получился уходим уходим как говорит ребята удовлетаем заднюю она на одном месте стоит у меня потали Ну что, Игнат, выходи, сдавайся. А что там? Ну да, он нарвался. Перезарядились. Главное, не терять патроны. Честно, даже такой игрушечный, конечно, уже мы 5 минут ходим, но уже отдышечка есть. Или это вес просто оказывается мой. Это все вес, Дима, это все вес. Не зря я все закололки здесь обошел. Зря. Иди сюда. Умнейший. Да стреляй. А, ты умер что ли? Подожди, Дима, мне некуда заниматься. Уже все, Игнат, выходи с белым классом. Все, ты упогиб. Патроны. Финиш. Финиш. Мне ничего не горит. Все. И... Контроль. Игнат. Вот он. Вы что снимаете? Проиграл. Игнат проиграл. У него патронов было больше просто и все. Нет, я просто так и не раскидывал. Поддышки видно, поддышки видно. Возвращаемся к интервью. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но прямо сейчас мы вам расскажем, чем вы можете занять свое свободное время в предстоящие дни в Оренбурге. 4 декабря в Оренбургском театре «Кукол» пройдет спектакль «Небольшая история». Начало в 17.00, стоимость билетов от 350 рублей, возрастное ограничение 12+. 3 декабря в выставочном зале Кривейческого музея в Армаде открывается уникальная выставка «Венецианский карнавал». Стоимость билета от 150 рублей, возрастное ограничение 6+. Всем спасибо. Это была афиша на городском телеканале ЮТВ. Для вас ее провели Дим Макеев, Игнат Мисюк и Виктор Ильин. Спасибо вам большое. Вам спасибо за приглашение. Субтитры сделал DimaTorzok